ОМТВ – независимый канал в YouTube. Ваши просмотры, лайки, комментарии, репосты и рекомендации подписаться – вклад в создание новых сюжетов. Киев сегодня получил плохую новость, откуда не ждал. Мы смело можем считать, что Украина окажется в состоянии дефолта. Власти Украины фактически объявили в стране дефолта. Никто не хочет дефолта, но если платить нечем, значит нечем. Украинская экономика катится в пропасть. Любимое занятие российских федеральных СМИ – рассказывать о загнивающем Западе, о замерзающей и беднеющей Украине, о злобных американцах и миролюбивом народе богоносца. Реальность, с жестокостью которой каждый день стыкаются граждане России, интересует лишь региональные СМИ и независимых журналистов. Пока великий кормчий сирийцев, бомбитый украинцев, таежный союз пытается затащить, российский народ наслаждается последствиями путинского правления. Так, в городе Бийске Алтайского края судят за правду медсестеры, тех, кто распространял видеозаписи в интернете о том, что происходит в городских больницах города. Оскорбившееся руководство больницы по решению суда получит около 100 тысяч рублей за моральный ущерб, вызванный видеороликом, на котором медработники рассказывают о происходящем беспределе. Находимся в состоянии напряжения, потому что мы чувствуем со стороны администрации теперь напряжение на нас. Теперь страдает наша старшая медсестра Щербакова Майя Анатольевна. То есть после того, как ушел Полежаев, сразу перетащили сюда все коробки. То есть наш заведующий не разрешал там ничего делать. Винниченко Лена, которая отвечает за это, это ее склад. Она переехала в нашу территорию, нарушила Сан-Педрежин. И наша старшая Майя Анатольевна Щербакова находится в стесненных обстоятельствах. Постоянно, на нее постоянно психологически давит. Это кто написал? Это написал главный бухгалтер. Главный бухгалтер центральной городской больницы города Бийска. Тем временем Цивильский районный суд Чувашии приговорил к двум годам условно пенсионера Николая Егорова за перепост в соцсети текста, признанного экстремистским. 63-летний Егоров, работающий охранником асфальтобетонного завода, был признан судом виновным в возбуждении ненависти по признаку национальности. Часть первая статьи 282 Уголовного кодекса РФ. В скором времени россиян заставят сдавать грибы государству. Об этом пишет Антон Кирпичев в публикации для издания «Мозаика.ру». Инициатива подчинить грибников Отечеству прозвучала от губернатора Владимирской области Светланы Орловой на инвестиционном форуме в Сочи. Глава региона хочет возродить несколько грибоварен. Идею подхватили и другие инициативные российские чиновники. По их мнению, экспортный грибной потенциал составит 2 миллиарда рублей. Собранными грибами планируют накормить жителей Европы. Идею главы Владимирской области поддержал и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Экспорт грибов планируют включить в программу по потребкооперации, которая стартует в 2017 году. Основная проблема в том, что грибники зачастую вывозят из регионов грибы и продают, а областная казна не получает с этого налогов. Зато пополняется карман тихого охотника. Вот и решило государство развернуть сбор даров леса себе в пользу. А в лесах Кандапорского района Карелии появились сунские партизаны. Так здесь называют местных пенсионеров, жителей деревни Суна, которые разбили в лесной чаще лагерь, чтобы защитить бора от варварской вырубки. Кандапорские вальщики отказались валить бор, потому что они знали, что для нас это значит. И поэтому нанимали этих рубщиков и вальщиков в других районах. Ну сейчас вот товарищи попали, я не знаю. Вот мы лес купили, мы его вырубим. А вот вырубили, а посмотрите, что они делают. Разве это по-человечески лес, деловой лес вокруг они пихают? Вот это около сотни кубов они уже в болото запихали. Разве можно так относиться? А он говорит, а это мое, куда хочу, туда деваю. Во-первых, их не предупреждает, что это уголовно наказуемое уничтожение краснокнижных. Во-вторых, тоже говорим, что вот вы свое уничтожаете, что будет взамен? Мы с Ниной Петровной вот там сперва остановили. Вот за этими бревнами. А как вы остановились? Ну, встали и все, не дали рубить. Я встала перед хорвестером. Вот она встала. Первый раз, когда они пилили, мы с Василием Михайловичем шли, я подошла, показала руки вот так. Хорвестер остановился. Здесь столько деревень, все вот здесь собирают. Грибы, ягоды. А они сейчас под 40 лет, мне вот 80 будет в феврале, они под 40 лет у нас все это отобирают. Будем живым щитом становиться. Если не решится судьба, значит, будем живым щитом становиться. Уж если у них совесть будет потеряна, то... Ну, давайте, ребята, удачи, и чтобы у нас было все хорошо. В Омске из-за бедности многодетную мать лишили родительских прав. Видеть своих пятерых детей Зухра Бакиева теперь может только на фотографиях. Уже несколько месяцев они живут в другой семье. Как бы это странно ни звучало, но любящую и заботливую мать через суд ограничили в родительских правах. И дело совсем не в ней, а в тяжелом финансовом положении. Дом, в котором ютилась многодетная семья, рассыпается на глазах, а сделать ремонт не на что и некому. Комиссии по делам несовершеннолетних было принято решение о выходе в суд с иском об ограничении мамы в родительских правах. Орган опеки и попечительства вышел с иском. Судом была назначена экспертиза, проведена экспертиза о том, действительно ли опасно детям в этом доме находиться. Ну и по результатам решения суда дети были определены в семью приемную. Вот дочка со школы ко мне частенько прибегает, хотя она скучает очень. Со школы прибегает ко мне сюда часто. Она мерзла, сейчас вот зима скоро. Я ей коротку купила, хотя мне зарплату урезают, я ей коротку купила с этих денег, с остаток. Она приходит, накушает. Там она не хочет жить. Местный 12-й канал объявил сбор средств для семьи Бакиевой. Жителей Карелии вернули в лихие 90-е. Об этом сообщил телеканал «Ника плюс». Петрозаводск говорит. В деревне Тукса люди берут в магазинах продукты в долг, поскольку из-за невыплат зарплат им не на что даже хлеба купить. Но долги-то большие, даём под свою ответственность. А берут продукты, хлеб, молоко. Те, кто должен кормить своей продукцией республику, сами едят в долг. Мы ходим в магазин Шапкина, Фомина, и вот набираем там, у нас там ужасные уже долги. 20 тысяч у меня долга. Не дают денег. Не могу вам что-то купить. Что-то хочется купить детям. Прийти... Извините, не могу я. Подобных новостей каждый день из разных регионов России поступает огромное количество. Власти ЖРФ продолжают выбрасывать миллиарды на военные авантюры, раздавать многомиллиардные кредиты индусам, вкладывать валюту в американскую экономику, открывать памятники садистам и покупать элитную недвижимость для тех, кто ближе всего подобрался к бюджетному корыту. А для остальных, ну вы и сами знаете. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Спасибо. 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 Спасибо вам за Россию. Спасибо.